Вы все-таки набрали свои тысячи лайков и мне нужно скорее всего выполнить свою часть, погнали чё. А на канале Мистери Шаг вы найдете много Gravity Falls, поздравлений на 15 подписчиков. Ладно, чуваки, дайте просто парню шансы заценить его ролики, он клявый. И это самое, подписаться на него не забудь. Скаль это шоу. Чё кого, сучары? История канадского парня, все время ломающего четвертую стену и теряющего свои штаны в каждой серии, наверное это смешно, с потрясающим везением и нелепой моралью, логика которой не всегда можно ловить. Как мне кажется, по праву заслужила своих фанатов. Сериал с интересными героями, сюжетом в который отслеживаются забавные розыгрыши, за которыми не устаешь наблюдать. А начальная заставка однозначно заслуживает своего упоминания. Что же Сэнди? Я шутник, что надо! Шутник, что надо! Что же Сэнди? Я король за вам! Вот король! Семья и друзья отлично знают, что я розыгрыша большой массаг. Шоу Кливленда. Изначально, как мне казалось, это был самый неинтересный и унылый персонаж, у которого была лишь одна единственная фишка. Тогда как от других героев летели остроты, черный, юмор и сами по себе они были обаятельными. Но, 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 выбор почему-то пал на этого паренька. Признаюсь, пилотный выпуск разочаровал своим нефтяным юмором, еще более унылыми персонажами и, собственно, выбором Кливленда, как главного действующего лица. Однако, после первой серии, мое мнение кардинально изменилось. И то, что он черный, забавно сыграл мультфильму на руку. Вот честно, из битых шуток про KFC и арбуз вы не найдете. Только лишь удачные выпады и колкости в адрес латиноамериканцев. Признаюсь, хорошее ответвление от Гриффинов. С колоритными персонажами, саундтреками и особой анимацией Макфарлайна. Смотрю девчонку, ты увез то, что я люблю, скажу я хуй с ней. South Park был, есть и будет одним из самых ярких явлений в мультипликации за все время ее существования. Мало того, что без всяких сомнений входит в пятерку самых известных и упоминаемых мультсериалов, так еще большую узнаваемость проекта приносит вечные конфликты. Кто-то считает его биографией целого человечества, кто-то же обвиняет его в пошлости и даже в растлении умов. Но это никогда не мешало работать создателям South Parkа, год от года совершенствуя не только технические исполнения, но и набирая в него все больше и больше того самого отменного актуального юмора. И, конечно, две вещи, которых хотелось бы еще добавить. Так Лесли закрыла рот свой поганый! И ковры от Картмана на Леди Гагу. В 1987 году мрачный и драматичный комикс превратился в забавный и красочный мультсериал. Юморные любители пиццы, живущие в канализации «Время от времени спасающие мир», полюбились детям нашей страны 90-х годов. И как же у этих людей бомбануло, что в прошлом выпуске я ничего не сказал об этом мультфильме. Так что, ваше взяло. Необычные захватывающие приключения мальчуга на Дэнни. В такой же необычной семье и необычными способностями. Купость с интересными и колоритными злодеями. Увлекательным сюжетами и хорошими саундтреками по праву заслуживает свое упоминание. В частности, хотелось постановиться на сексапильный антагонистке Эмберс и на песне в ее исполнении. Как же все-таки многие обожают губку Боба, ой, простите, Спанч Боба. Эту желтую хренатень с отвратительным смехом. Действие всего сериала происходит под водой, что, наверное, и неудивительно. Так как сам создатель всего творения проработал пару чку лет в институте океанологии. И кто, как не он, знает, что нужно белке для проживания под водой, разведения костра и прочего абсурдного дерьма. Ну а если серьезно, веселые персонажи, неоднообразные приключения и своеобразные юморные экраны смотрятся, как бы то ни было, весело. И занять вас на добрые 20 минут определенно смогут. А разные песенки в исполнении губки, если не понравятся, то точно запомнятся. Порвал штаны. На пляж явился Лерри, настоящий чемпион. Спанч Боб в спорте не зелен. А с вами был Скалета. Если мы наберем 3000 лайков, нет, я не охуел, выйдет третья часть. Также ставь палец вверх, сучара, и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А в группе ВКонтакте я оставлю всю использованную композицию. Комикс выигрывает Евгений Лантос. Поздравляю. Да, этот говник на самом деле выбил комикс из рандома. А за репост этого ролика я оставлю вас на стенке кумыс. На этом как бы все, пиздуй, выполняй все эти действия, чмоки целую.